Галина Радзимовская. Константин Натанович, на ваш взгляд, математика. Экономические санкции Европы и Америки для белорусского режима Лукашенко. Как повлияют на его власть и на него самого? Спасибо, Юрий. Галина или Юрий. Или вместе, да. Вот. Ну, если отвечать коротко, Галина, давайте я Галине буду отвечать. Если отвечать коротко, Галине, то никак. Режим Лукашенко существует благодаря России. Россия финансирует этот авторитарный режим, ну, вот как с Советским Союзом было, с Кубой, с какими-нибудь африканскими государствами. Они социализм строили. Им некогда было заниматься экономикой. Социализм – это тюрьмы в основном. Это подавление оппозиционных взглядов. А деньги должны, ну, вот сейчас Соединенные Штаты накопили деньги, вот из запасов идут на жизнь, на жилье, а в основном, так сказать, расходуются из запасов. Там полтора триллиона, три-три с половиной триллиона, вот, разворуются социализм. Вот, и с Беларусью то же самое, он имеет возможность финансировать, так сказать, своих сторонников, эти колхозы, эти старые предприятия, которые должны были бы давно исчезнуть, на их месте возникнуть новые предприятия. Вот, он производит, как в «Совке», это «Жигули» производили и продавали за границей, и прибыль от реализации этих машин была, там, пять долларов с машин. Ну, это смешно было. Там продавали, лишь бы, лишь бы захватить рынок. А потом оказывалось, что захват рынка и обязательства по ремонту машин там не в состоянии «Совок» выполнить. Ну, прекращались поставки этих «Жигулей». Очень старая машина, старая технологически. Вот, то же самое в Беларуси, эти трактора предыдущего поколения, экскаваторы. Уже все изменилось, уже все по-другому делаются. Другие двигатели, другая гидравлика, там, все по-другому. Ну, вот, ну, это же нужно, чтобы были инвесторы. А так, ну, производится и производится это дерьмо. И, там, из жалости или для того, чтобы поддержать, это приобретается в Россию. По льготным ценам, а потом, как в Советском Союзе, под этими тракторами, уборочными машинами, значит, инженеры, слесаря лежат, чинят, ну, предыдущий век. Так, вот, так что Лукашенко... Санкции Лукашенко никак не влияют. Он играет. Там есть момент очень такой интересный. Он играет, изображает из себя независимого лидера. Намекает на то, что может допустить демократические преобразования в Беларуси. Но он не может этого допустить, понимаете. А санкции... Ну, во-первых, там два процесса происходят. Во-первых, адаптация к санкциям, которые снижают существенно, их эффект всегда. Вот. И потом обход санкций. Он... Его же интересуют, там, креветки продавать, понимаете. Но это через какой-нибудь Вьетнам делается, который, там, объявлять санкции Беларуси не собирается. И нормальные продукты через Беларусь не поступают. Из, там, Канады, из Соединенных Штатов, из Европы, западной. Вот. Идея, там, вот этого посредничества, она строится на приобретение некачественных, очень дешевых продуктов. Причем здесь санкции. Спасибо. Продолжение следует...